Лидер эскадренных миноносцев Москва был заложен 29 октября 1932 года, а на воду спущен в 1934. Спустя три года его перевели в Севастополь, где корабль проходил ходовые испытания. В войну Москва вступила во всеоружие, но мина, по другой велосипеда, остановила лидер у берегов Румынии. Гибель произошла 26 июня 1941 года. Севастополь и Дом Москвы обратились к этой странице истории не случайно. Первый корабль, который погиб в начале Великой Отечественной войны. Благодаря севастопольским дайверам его нашли, нашли два года назад под берегами Констанции. Были экспедиции, ныряли, поднять, естественно, уже невозможно. На этом базе создан фильм нами вместе с дайверами. Сегодня мы даем анализ тем трагическим событиям, тому, что происходило с кораблем. На конференции выступил писатель, историк и художник Андрей Лубянов, подробно исследовавший тему трагедии. В соавторстве с Борисом Баншацом он написал книгу «Лидер эсминцев Москва» и даже представил собственную картину, на которой изображен момент подрыва. Поставили себе цель, копали, копали на протяжении, наверное, нескольких десятков лет. И вот эта работа, эта работа, наверное, лет 20, наверное, хоть она и тоненькая, но она довольно существенная, потому что пришлось пересмотреть, изучить довольно много документов, источников, поговорить с людьми, с ветеранами, выстроить какую-то точку зрения. В военно-научной конференции приняли участие моряки и ветераны Москвы, противолодочного и гладейского ракетного крейсеров. Денис Ельнов служит на флагмане Чайноморского флота уже два с половиной года. Он подготовил доклад об истории боевом пути трёх кораблей, объединённых одним именем. Когда я погрузился в эту тему, скажем так, готовя доклад на этой конференции, выяснилось, что таких кораблей было достаточно много. Их история начинается с парусного флота, и практически каждому из них пришлось участвовать в тех или иных боевых действиях. Уже более 70 лет прошло со времени гибели лидера эскадренных миноносцев Москва. Изучены архивные документы, проведено множество исследований, но до сих пор не установлена истинная причина трагедии. Хотя, если говорить об этом в глобальном смысле, то виной всему, конечно, война. Святослав Данилов, Виталий Козловский, программа «Наше время».